Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Мы сейчас подходим к порогу 4-й клинической больницы города Алма-Аты. И тема нашей сегодняшней передачи довольно-таки распространенная проблема, с которой мы можем столкнуться именно в холодное время года. Это травмы. О том, какие виды травм существуют, как нам обойти стороной их и о профилактических мероприятиях, мы с вами узнаем в сегодняшней программе. Не переключайтесь, будьте с нами. Добрый день, здравствуйте. Добрый. Меня зовут Серик, журналист телеканала «Ассаларна». Ведущий программой «Семейный доктор». Все мы знаем, что 4-я клиника начинается именно с порога приемного отделения приемного покоя. Расскажите нам поподробнее. Наша клиника и приемный покой участвуют в пилотном проекте по программе «Имэдженси Рум». Это экстренный приемный покой, оказывающий помощь, оказывающий помощь при разного вида патологии, при разного вида заболеваний, в полном объеме. В большинстве случаев наша клиника специализируется на оказании помощи больным, которые получили травму и последствия этой травмы. Наш экстренный приемный покой начинается именно отсюда. Вот отсюда начинается наш экстренный приемный покой. В плане сортировки, триаж сортировки, триаж сортировки... То есть триаж сортировки... Да, триаж сортировки начинается отсюда. Именно вот отсюда, вот с холла начинается триаж сортировки. Что такое триаж сортировки? Триаж-сортировка, она позволяет нам оказывать помощь заблаговременно, быстро и в полном объеме пациентов с разной патологией, с разной степенью тяжести, повреждений, с разной степенью тяжести, заболеваний. Для этого пациенты подразделяются на категории. Категории оказания помощи по времени. Соответственно, эти три линии тоже, да? Эти три линии, они распределяют категорию пациентов. Красная линия, то есть это те пациенты, которые нужны в немедленном, немедленном оказании помощи именно в полном объеме по тяжести состояния. То есть в культическом состоянии. Да, это наиболее тяжелая категория пациентов. То есть имедлительно. Эти пациенты, они поступают сразу у нас в отделение интенсивной терапии, реанимационный зал. Категория желтых пациентов – это тяжелые пациенты, те, которые на настоящий момент могут получить экстренную помощь в отсрочном порядке, но в полном объеме, соответственно. Категория пациентов с зеленой маркировкой получает также помощь в экстренном приемном покое, но эта категория пациентов, они ходячие, они стабильные, они могут получить помощь с отсрочкой в определенное время. Непосредственно от входа в нашу клинику находится фронт-офис. Это регистратура, где пациенты заполняют свои данные. Происходит распределение пациентов по специалистам. Здесь у нас принимают хирурги, урологи, терапевты, гинекологи принимают также пациентов, оказывая в дальнейшем помощь в полном объеме. От фронт-офиса слева, сразу непосредственно в приемном покое находится отделение реанимации интенсивной терапии. Сюда поступают пациенты красной категории, которые нуждаются в незамедлительном лечении, которое не может быть отложено, которое должно быть проведено экстренно, в экстренном порядке. В принципе, с приемным отделением, с приемным покоем мы разобрались. Сейчас очень актуально и вообще распространена патология, которая связана именно с травмами. Как раз таки сезонность сейчас наступает, зимний период времени, люди получают травмы. То есть даже просто банально человек упал, уже получил травму. Также есть при дорожно-транспортных происшествиях, это тоже сейчас очень распространено. Расскажите сейчас поподробнее о травмах. Что они из себя представляют, какие из всей этой группы большой самые актуальные на сегодняшний день? Актуальность травматизма разделить или уменьшить нельзя. Все пациенты актуальны. Все пациенты. Все обращающиеся пациенты в наш приемный покой, они актуальны. Но если разделить по механизму травмы получения, наиболее тяжелые травмы получают пациенты, которые участвуют в дорожно-транспортном происшествии, на производстве травмы тяжелые бывают, бытовые происшествия. То есть тяжесть травмы зависит именно от самого механизма получения. Обращаясь в наш приемный покой, за сутки, возможно, происходит больше ста обращений. За сутки. Да, за сутки. Только по травме. Только по травме. По экстренному приемному покою. На настоящий момент, в зимний период, превалирует травматизм, полученный вследствие, допустим, именно. Неосторожности падения на скользком, допустим, грунте, во время катания, во время дорожно-транспортных происшествий. Ну, нас больше интересуют именно травмы, повреждения опорно-двигательного аппарата, человек внутренних органов. Как вы сказали, травма – это действительно огромная проблема. Сейчас в наше государство этой проблеме уделяет больше внимания. Почему, казалось бы, эта травма? Травма сломал, срослась, выздоровел. Но если смотреть глубже к проблеме, то травма стоит на третьем месте по причине смертности человека. После заболевания сердца, сосудов и после онкологических заболеваний по опухолю. А в популяции до 40 лет травма занимает первое место по причине смерти. То есть в самой работоспособной молодой популяции люди чаще всего погибают именно от травм. И наносится большой урон населению. Инвалидизация происходит. То есть работоспособный человек внезапно становится инвалидом. Он становится не только, грубо говоря, сам себя не может прокормить, но также опустывается обузой для государства, для своих близких и так далее. На долгое время иногда, к сожалению, это происходит навсегда. Могу уверить вас, дорогие друзья, что наше государство не спит и не дремлет. Разрабатываются различные механизмы профилактики в борьбе с травматизмом, разрабатываются дорожные карты и на сегодняшний день успешно применяются в практике, что является немаловажным фактором на пути достижения успеха в борьбе с этими недугами. Самые важные моменты оказания помощи, они оказываются именно на месте получения травмы. Большинство людей думают, что все происходит в больницах, в специализированных учреждениях, но, как показали исследования и жизненный опыт, прогноз выживаемости пациента, получившего тяжелую сочетную травму, допустим, на месте автодорожного происшествия, и прогноз его дальнейшей жизни, выживаемости, зависит от того, как быстро придет помощь к нему именно на месте травмы. Есть такое правило золотого часа, что начиная от момента получения травмы в течение часа, если к пациенту придет помощь, то же самое элементарное, то есть основка кровотечения, обездвиживание переломов, восстановление проходимости дыхательных путей, и, соответственно, этот пациент выживает. После часа, как проходит час от момента получения травмы, выживаемость этих пациентов катастрофически снижается. И с каждой минуты, как показывают данные международных исследований, процентов выживших пациентов намного меньше. Дорогие друзья, мы сейчас прошли в стационарное отделение 4-й клиники, находимся в палате, куда поступила пациентка после дорожно-транспортного происшествия. И вот сейчас врач нам расскажет, что они делают, какие манипуляции проводят. Пациентка получила травму в дорожно-транспортном происшествии, находилась в пассажире в микроавтобусе. На трассе Алмата-Бишкек произошло столкновение автомобилей, и в числе пострадавших она находилась. С места травмы было доставлено в центральную районную больницу, там после стабилизации состояния было переведено в нашу клинику. Было проведено несколько этапов хирургического лечения, включая в центральную районную больницу. У нас имеется повреждение левой и верхней конечности, обеих нижней конечностей, черепно-мозговая травма. Сейчас уже все эти этапы хирургического лечения позади. Мы провели, получается, в общей сложности 6 операций. Сейчас получаем уже восстановительное лечение. В числе вспомогательных методов лечения мы используем аппарат внутрисудистого лазерного облучения крови, которое без использования лишних лекарственных препаратов, без этой химии, позволяет быстрее наших пациентов восстановиться, набраться сил, повышает сопротивляемость организма, снижает воспалительные реакции в организме. То есть вот такие вот методы лечения также доступны у нас в отделении. А сколько пациентов еще будет здесь находиться, и сколько будет длиться именно период реабилитации? Ну, во всех случаях это индивидуально, но, как я до этого сказал, операция уже позади. Сейчас мы лечим послеоперационные раны. По мере заживления ран уже пациент, когда мы на следующей неделе, будет готовиться к выписке домой. Ну, а восстановительный период в данном случае, я надеюсь, что займет несколько месяцев. Постепенно-постепенно будем вместе с пациентом активизироваться и восстанавливаться прежний образ жизни по мере сращения переломов. Консоль, так называемая, оборудованная централизованная подача кислорода. То есть раньше, если мы вынуждены были носить кислородные баллоны, либо наполнять подушки кислородом, здесь у каждой палаты есть источник кислорода, есть источник электроэнергии, есть освещение, есть кнопка вызова. Все под рукой у пациента. Да, как бы со своего места, не поднимаясь, может вызвать медсестру, медсестра подойдет, может включить освещение. Палатка, кровать, оборудованная, так называемая, рамой балканского, то есть пациент без посторонней помощи, по мере своих сил может приподниматься, заниматься лечебной физкультурой, то есть восстанавливает тонус своих мышц. Кровать регулируемый подъем головного конца, ножного конца. Мы можем создать пациенту в удобном положении, выровнять ее. И также для установки всяких тренажеров, грузиков, есть блоки. А вот еще такой вопрос. Как проходит, то есть на какой основе? Это все бесплатно за счет государства или все-таки есть какие-то... Большинство наших пациентов получают в рамках гарантированного бесплатно медицинской помощи, пациенты иногородние, либо граждане других государств, либо кто сам заявляет желание лечиться в нашей клинике, они могут получать помощь на платной основе. Такие услуги у нас тоже предусмотрены. Эффективность лечения и экстренное хирургическое вмешательство зависит не только от размера травмы или перелома кости, но и от своевременного обращения за помощью. В приемном покое проводятся все виды, все виды оперативных вмешательств при травматизме, при других заболеваниях, все виды. Все виды связаны именно с ведущими технологиями, как европейскими, западными. На настоящий момент экстренные операции проводятся в первый день, то есть в первые сутки поступления, если это позволяет общее состояние пострадавшего. При тяжелых случаях по стабилизации, по стабилизации состояния пострадавшего, также проводятся экстренные оперативные вмешательства. Все виды травматологических, ортопедических операций, все виды. И погружной синтез, и наложение аппаратов, и интрамедулярный синтез, то есть постановка металлических конструкций внутрь кости. То есть все виды оперативных вмешательств в нашей клинике проводятся. Новые технологии. Новые технологии внедрены. Это и артероскопические операции, и эндопротезирование суставов. При переломах кости также сейчас мы используем современные европейские импланты, которые устанавливаются, используем так называемые малоинвазивных техник. Если раньше для установки, допустим, пластин на кость, нам пришлось обнажать область перелома, делать огромные разрезы, это было травматично. Травмировалась кожа, мышцы, иногда сосуды. Теряется эстетика? Да, пациент терял кровь. Это создавало заполненные проблемы, которые требовали отдельного решения. Сейчас это все делается без вскрытия области перелома, под контролем передвижных рентгенаппаратов, электронно-оптических преобразователей. Мы устанавливаем и пластины с угловой стабильностью, и интермедулярные стержни, костно-мозговой канал с фиксацией, которые разработаны с учетом анатомии поврежденного сегмента, то есть индивидуально для каждой кости разработаны и внедрены в свой имплант. Какие профилактические мероприятия, скажем, каждый из нас должен соблюдать, чтобы во избежание банальных бытовых травм на производстве, и что для этого мы должны делать? Производство – это, конечно, соблюдение техники безопасности. Техники безопасности соответствующие данному производству. Обязательно. Ни в коем случае нельзя нарушать. Пожилых людей берегли. Чтобы, особенно в зимний период, сопровождали их на улице. Чтобы они помогали им. Следили за детьми. Не оставляли их без присмотра. Пожалуйста. Ну и, соответственно, конечно, совершенствовали себя в физическом плане. Все мы знаем, что здоровье – это драгоценный ресурс, без которого нет жизни. А лишиться его можно в считанные секунды. В случае с травмами и переломами – это когда водители нарушают правила дорожного движения. Скоростной режим, когда не соблюдаются техники безопасности при производственных работах. Невнимательность и неусидчивость пешехода. Все это вкупе может привести к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидизации и летального исхода. Чтобы обойти стороной эти проблемы, мы должны своевременно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам и придерживаться правил профилактических мероприятий. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова